Этот год в нашей стране объявлен годом литературы. Неслучайным событием стала презентация книги Ивановского автора, которая известна своими произведениями на стыке глубокого философского ощущения реальности и доступного повествования. Это сложное такое образное произведение, где разные философские мысли подаются через образы и через рассуждения героев. Форма, в которой автор пытается донести глубокие философские рассуждения о человеке в этом мире, о вечном противостоянии добра и зла, вопросы нашего существования отличаются легкостью для восприятия современным читателям. Сложные темы, поднимаемые в книге, оформлены в виде небольших и продуманных сюжетов. В произведение умело переплетается сатира и глубокая духовная философия. Молодежь, но молодежь тоже, наверное, не то слово, и юность, наверное, не то слово, не читает по той причине, что все самое серьезное, все самое похожее на жизнь, даже более чем зеркало, оно все-таки не напоминает до такой степени их быта реального, как это им бы хотелось. Но вот появилась книга, которую могут читать люди совершенно другого поколения и, самое главное, другого менталитета внутреннего. Интересная история создания этого произведения. Для автора важным является донести определенный пережитый опыт, свои размышления до читателя. Книга была написана достаточно быстро, но издание ее сделано с быстрого старта. Эта книга, она была написана достаточно быстро, менее чем за полгода. И удивительным образом получилось, что в тот день, когда я закончил писать, мне написал один человек, что хочет отпечатать ее тысячу экземпляров и раздать ее в разных регионах России. Ну вот, порядка 150 экземпляров осталось в Иваново. Само название «Кожаные ризы» отталкивается от библейского мифа, когда Адам и Ева были изгнаны из рая. С собой они смогли забрать лишь телесную оболочку, созданную из плоти. Так как герои этого произведения, живущие в этом реальном мире и погружающиеся в свои грезы о лучшем, обретают настоящий смысл и желание жить по-настоящему. Александр Руденко, Андрей Смиволков, РТВ Иваново.